Всех с первым днём лета! У нас сегодня 1 июня. Ну, видео, конечно, мы выложим через неделю. Не через неделю, а следующие выходные. Сегодня суббота, 1 июня. Вот. Но лето у нас не получилось. За бортом где-то 17 градусов и идёт дождь. Но в прошлой неделе, в прошлые выходные, мы ездили в замок Чижский Штернберг и на певзавод Козел, в Велкопоповитке Козел. И Эдик говорил, ну, давай сейчас съездим в Чижский Штернберг, потому что плохая погода. А вот на следующей неделе будет хорошая погода и поедем в Карлово-Вар. Ну, на прошлой неделе была хорошая погода в итоге. А вот на этой неделе дождь. Но! Пацан сказал, пацан сделал. А если не сделал, ещё раз сказал, но это не про Эдик. Эдик держит слово пацана. И сегодня мы едем в Локет и заедем в Карлово-Вары. Вот такая погода у нас сегодня. В смысле? 1 июня в Праге. А пока едем, хочу рассказать историю, которая произошла вчера. Вон Миша, Миша сзади рассказывает. Вчера наш Адам ехал на работу. А Адам ездит очень дерзко. Он никогда не соблюдает расстояние между машиной, которая впереди. Что очень опасно на самом деле. Эдик всё время возмущается по этому поводу. Ну и вот он ехал, не соблюдая дистанцию. И машина впереди резко тормозит. И он в неё уезжает, соответственно. Ну всё. Трагедия. Сейчас оштрафуют. Решила дам. Приезжает полиция. И что оказывается? А машина, я не помню, если сказала, была машина автошкола. Автошкола. Автошкола впереди ехала. Вот эта автошкола резко затормозила перед ним. Приезжает полиция. Да и оказывается, что учитель, который сидел рядом с учеником, и в принципе он же, у него же педали есть у этого учителя. Учитель был пьяный. Вот такие у нас в сутку школы встречаются в праге. Вот так вот. Так что внимательнее нужно быть. Ну, в общем, пьян он оказался на счастье дамы. Потому что, конечно, виноват уже водитель. Потому что он был не трезвый. Ну, не водитель, а учитель. Потому что он был не трезвый. А иначе бы, не знаю, штраф платил он или что бы, Адам. Потому что соблюдать дистанцию необходимо, конечно. У нас однажды, помнишь, что же у нас один урезался сзади? Да. У нас была вот такая штучка, которая, чтобы прицеп цеплять, я не знаю, как она называется. Но ее нельзя по закону как бы иметь сзади. Ну, мы долгое время ее за собой возили. Ну, не на этой машине. И она спасла машину за то, что машина того, который у нас врезался, пострадала конкретно. Ладно, едем дальше. А, кстати, когда едем в Карловавар из Праки, мы всегда проезжаем летишки, аэропорт. А еще проезжаем всегда, ну, сейчас не съезжаем в нее, а раньше съезжали в городок под названием Крушовицы. А в Крушовице делают знаменитое чешское пиво. Вообще, конечно, дорога на Карловавары по-прежнему занимает много времени. По непонятным причинам здесь нет нормальной трассы. Ну, ее строят очень долго, кусками. Вот. Ну, надеемся, что рано или поздно ее достроят. Такая заправка. На заправке можно пообедать. Ну, конечно, мы хотим заказать говяжий гуляш с карловарским кнедликом. Все-таки мы едем в Карловавар. И мы уже практически на подъезде. Но здесь все выглядит, как в 90-х. Чем еще знамениты Карловы Вары, так это вот водой Матони. Это считается вода настоящих аристократов. На секундочку. Карловарская вода. Не обязательно ходить и наливать воду из карловарских источников. Можно купить бутылочку Матонки. Матонка, говорят по-чешски на нее. Очень полезная вода. Названа в честь основателя этого предприятия. Фамилия от человека тоже была Матони. Вот. И основана она в 1873 году. Так что, не только Бехеровка из знаменитой Карловой Вары. Кстати, видео у нас есть на канале. Там мы рассказываем о Бехеровке. Как она была основана. Вот. Ну и водой Матони. А Миша не умеет себя вести. Ну и вот, что мы заказали. Вот этот кнедлик называется Карловарский. Ну это обычный холсковый, как бы булочный, хлебный. Это Карловарский, да. Вот видите, разница между классическим кнедликом и Карловарский. Карловарский он из каких-то... Я в кнедликах понимаю ровно столько, сколько понимаю в пиве. То есть вообще не понимаю. И когда приехала в Чехию, вообще не понимала, как можно есть вареный хлеб. Кстати, Эдика мама. У Эдика папа чех, мама болгарка. Они жили в Болгарии когда. Папа скучал за кнедликами. Что делала твоя мама, говоришь? Покупала батон? Ну, обычный хлеб вырезала. Вырезала мякиш и папе подавала в качестве кнедлика это. Но для меня это тоже хлеб. Ну, любой чех обидится, если мы ему скажем, что это хлеб. Это не хлеб, это кнедлик. Ну, вот карловарский кнедлик отличается от классического. Вот он с такими узорами. То есть тут что-то... Какие-то кусочки хлебные и какая-то зелень. И, конечно же, гуляш. В общем, шутки шутками. В этом невзрачном ресторанчике, ну, не ресторанчике, а придорожная кафешка, набилось столько людей под завязку. И очень вкусно, между прочим. Мы заплатили 20 евро за две большие порции бутылку воды. И продолжаем свой путь дальше. Ну, и, конечно, по дороге на Карловый Вар и вот реклама Матони. Вот вода, которую мы пили, но это не просто реклама Матони, а реклама Карловарского международного кинофестиваля, который, если не ошибаюсь, будет в июле. У нас не будет в стране, по идее, в это время. Но однажды мы были в Карловых Варах, когда был кинофестиваль. Это был какой-то тихий ужас. Цены в Карловых Варах. Цены в Карловых Варах и так выше, чем в Праге. А когда был этот кинофестиваль, мне кажется, они были выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Там просто был какой-то, помнишь, какой-то Омар, 18 тысяч крон. Да, 18 тысяч. Просто какой-то, какой-то, ну да, там артисты приезжают, всякие режиссеры, очень много людей приезжают в Карловых Варах. В любом случае, Карловых Варах, Карловарский фестиваль, это не Каннский фестиваль. Ну, цены лупят, как в Каннах, наверное. Вот. И в каком... в июле, в конце июля, вроде бы... Просто один раз побывав на Карловарском фестивале, я зареклась туда ездить. Нет, мы были еще однажды. Ну, мы просто не с ночевкой приезжали, а так, приехали и уехали. Толпы людей. Это когда был Джонни Депп. Да, мы его даже увидели. Вот. Кого ждут все эти люди? Кого они ждут? Вот кого они ждут? А ждут они... А ждут они нас. Просто мы прячемся на этой стороне. Ну, и еще некоторые из них по непонятной причине ждут какого-то Джонни Деппа. О, он шляпая. Вот, смотрите, вот, порой на штуку. Ну, это все, вы людей обнимаете. Сел в машину. Класс! Молодец! Круто! Это не Филипп Киргар. Сюда не повернулся. Ну, ему спасибо за то, что он так дает. В этом году мы не попадем на кинофестиваль, потому что... Да что там делать? Лучше туда до фестиваля съездить, в Карловы Вары. Потому что цены в Карловых Варах не христианские какие-то. Там, я не знаю, на кого это все рассчитано. Ну, на кого даже рассчитано, потому что там и снять что-нибудь невозможно. Все очень разбирается и... Очень дорого. Так что вот. Только в Карловы Вары, когда въезжаешь, вот такие огромные буквы. Обычно в Чехии это не принято. Но Карловы Вары это необычная Чехия. Ведь не зря Карловы Вары называют русскими варами. Так-то. И я могу ошибиться, но, наверное, все-таки не ошибусь, если скажу, что это самый русскоговорящий город за пределами бывшего Советского Союза. Ну, пока мы едем по обратной стороне Карловых Вар, ну, через какой-то район проезжаем, хочется рассказать вкратце об одном магазине, который здесь есть. Я снимала его, это видео есть на канале. Не все об этом магазине почему-то знают. Как магазин? Не магазин. Впереди на русском языке написано продажа квартир в Карловых Варах. В общем, ничего не меняется в Карловых Варах. Русский язык здесь рулит, как и всегда. Ладно, вернемся к магазину. Здесь, точнее, это не магазин, это дом. Называется он Баночный дом, Рождественский дом. И этот Рождественский дом, он открыт круглый год. Круглый год там царит атмосфера Рождества. И можно приобрести очень красивые елочные игрушки. Просто в Рождественские дни там, конечно, аншлаг. А сейчас, я думаю, там вообще никого нет. Мы были год назад... Какой год назад, господи? Мы были там в ноябре месяце прошлого года. Еще было очень мало людей. Я снимала видео, рассказала историю этого Рождественского дома. Кто не видел, посмотрите. Потому что, знаете, Рождество не за горами. Время так быстро летит. Недавно мы Новый год отмечали, а сегодня уже 1 июня. То есть до Рождества не так и долго уже осталось. Как бы страшно это ни звучало, потому что время мчится. Так что Рождественский дом очень интересное место. На самом деле в Карловых Варах, тоже незаслуженно забытое многими туристами и блогерами. Очень красивый замочек с очень красивым товаром. Там можно купить очень красивые елочные игрушки, старинные. Настоящее искусство. Некоторые игрушки просто из себя представляют. Обычные всякие шарики, свинки. Ну, в общем, кто не был, да, посмотрите это видео. А кто не был, просто зайдите. Когда будете в Карловых Варах, обязательно посетите Рождественский дом. Но прежде чем заехать в Карловые Вары, мы приехали еще в одно место, которое находится абсолютно рядом с Карловыми Варами. Но знаменито оно тем, что именно отсюда все и началось. Неподалеку от знаменитого курорта Карловой Вары находится один из многочисленных замков Чехии – Локет. Название замка происходит от слова «локоть», форма которого виднеется на изгибе реки Охжа, на берегу которой замок и возведен. Когда-то, давным-давно, в городке Локет томился в заключении малолетний будущий император Карл IV, здесь же он в последний раз виделся со своей матерью Илишкой, которую король Ян Люксембургский отправил в пожизненную ссылку в город Мелник. Видео об этом невероятном городе брошенных жен есть на моем канале. Очень рекомендую посмотреть. Тем не менее, став взрослым, Карл IV обожал бывать в Локет. А все потому, что леса вокруг Локет были полны дичи. С удовольствием Карл IV охотился здесь. И финал одной из его многочисленных охот стал поистине легендарным. Его знает каждый, кто хоть раз был в городе Карловой Вары. Первые письменные упоминания о замке Локет датируются 1234 годом. Но кто же его построил, до сих пор неизвестно. Среди историков ведутся жаркие споры по поводу основателя. Есть даже три кандидатуры. Это князь Владислав II, король Примусл I Атакар и король Вацлав I. Однако, древний Локет так и хранит свою тайну и имя основателя не выдает. А еще однажды здесь, в Локет, произошла не просто романтическая, а грустная романтическая история. В этом месте любил бывать Гёте. И именно здесь он повстречал свою большую любовь к девушке по имени Уриха. Он ее очень полюбил и сделал ей предложение. Но она ответила отказом. На тот момент... Скотина. Да, на тот момент Гёте было 74 года, а Урихе 19. Не пожалела дедушку. Вот никакой совести у этой Урихе. А ну ты рассказывай. А вообще мы спрятались от дождя. Мы, конечно же, взяли с собой зонт. Но мы его оставили в машине. Зачем его носить с собой? Когда по небу тучи бегают, дождями сумрак сжат. Мы просто пошли без зонта. Прячемся. Ну, кстати, дождь такой. Он то идет, то не идет. Ладно. Город. Ну, не город. Городок красивейший. Посмотрите, какие здесь детали. Какой фонарь. Рука рыцаря. Если бы еще не дождь. Пусть я сегодня не дойду до замка. Потому что я останавливаюсь на каждом шагу. И говорю, как же здесь красиво. Вообще, знаете, вот, смотрите. Что мне напоминает локет? Он мне чуть-чуть напоминает чешских румлов. Вот правда. Вообще, в замке локет много легенд. Например, одна из них гласит, что цель возведения замка – разделение земель. Так, в эпоху Средневековья замок являлся пограничной крепостью, которая отделяла чешские земли от германских. Приходилось замку локет бывать и тюрьмой. А случилось это так. Обвенчался в 1310 году Ян Люксембургский с Элишкой Чешской, дочерью чешского короля Вацлава II. И получил вместе с ее рукой, по причине прекращения мужской линии рода Пшемесловичей, богемскую корону. Но в Чехии он долго не задерживался, а разъезжал по Европе, сражаясь то за французов против англичан, то за немецких рыцарей, с удовольствием истощая богемскую казну. Времена тогда в богемии были очень неспокойные. Вот и приходилось во время смут Элишки с сыном прятаться в замке Локет. От народных восстаний, а заодно и гнева своего супруга. А весной 1319 года король и вовсе бросил свою королеву с их трехлетним сыном, будущим императором Карлом IV, в подземелье замка Локет. Значит, кто погладит кончик бороды Готштайна, вот он Готштайн и его борода, в замке Локет, пожелает про себя доброе и бросит любую монетку в его ящик, у того желание сбудется. Однако, горе тому, кто прикоснется дубиной за спиной Готштайна или злого пожелает. Точно, через год он почувствует гнев Готштайна. Ну, в общем, не будем рисковать и гладить дубину. А вот монетку, конечно, бросим и погладим бороду. Ну, монетка у Эдика. Эдик, иди сюда. Дай монетку и будем загадывать желание. Провели они в подземелье пару месяцев. В будущем это заточение Карл IV вспоминал как ужасное лишение свободы в подвале с одним крошечным окном. Но, как я рассказала ранее, это заточение не помешало Карлу IV любить логет и часто сюда приезжать. И, как оказалось, абсолютно не зря. Вот можно все монеты оставить. Ага, я-то уже прошу тоже желание заказывать? Откуда я говорю? Вот. Там по-русски пишут даже. А, Эдику чешский. Я говорю Эдику, чтобы читал по-русски, забыв о том, что Эдик, что у нас чех. Я уже настолько увлеклась, разговаривая с Эдиком по-русски, что иногда мне забывается. В общем, ничего о том, чтобы вот сюда бросать монеты, там не написано. Ну, видимо, уже... В 95-м году нашли, да. Люди уже настолько привыкли куда-то бросать монетки, что уже и туда бросают. Итак, замок Локет. Перед нами камера пыток. Даже продублировано на русском языке, что это камера пыток. И именно благодаря своему визиту в этот замок Карл IV основал один из легендарнейших курортов Европы Карловой Вары. А еще Локет знаменит тем, что сюда около 1400 года упал метеорит. Само собой, средневековые жители города о космосе понятия не имели и объяснили это явление так, как умели. А именно... Однажды местный Марк Граф, отличающийся особой безжалостностью, превратился в железный камень. Его прокляла бедная вдова, которая не смогла заплатить налоги и попросила об отсрочке, на что получила отказ. Тогда старуха выкрикнула «У тебя каменное сердце! Так превратишь же ты и сам в камень!» Тут небо почернело, ударил гром, и злой градоначальник упал, превратившись в огромный камень. А народ благодарил Господа за избавление от тирана. Погода неоднозначная. Солнце такое пробивается. Ну, блин, ну лето, лето! Но тут же набегают тучи и шпарит дождь. И так в течение всего времени, что мы здесь находимся. Что еще хочется сказать об этом Локет? Знаете, что еще мне сам замок напоминает? Сам городок, как я уже говорила, мне чем-то напоминает Чешский Крумлов. Кстати, тоже собираемся у него съездить, но туда нужно ехать только с ночевкой. Далековато. А сам замок, как внутри мы когда-то сейчас были, стесняюсь признаться, но в Локет я впервые. В Карловых Варах было сто пятьсот раз, а в Локет все руки не доходили. Вот, внутри вот эта территория замка мне очень сильно напомнила Мон-Сан-Мишель. Кто знает этот прекраснейший такой замок во Франции? Ну, миниатюрная версия, конечно, Мон-Сан-Мишель. Нам повезло, мы в Мон-Сан-Мишель были в пандемию. Мы видели его пустым полностью. Мы гуляли сами. При нас его погасили, там везде свет. Вот. Когда там огромное количество туристов, что-то рассмотреть очень тяжело. Но вот нам повезло однажды. Мы видели эту жемчужину у Франции безлюдной. И вот сейчас мы, когда мы бродили по Локет, людей сейчас тоже не сильно много. Почему-то мне очень сильно напомнило Мон-Сан-Мишель. Вообще необычное место, великолепно, очень красиво. Очень много немцев. Ну, конечно, мы на границе с Германией. Поляков очень много. И русский язык. Все время слышится. Даже здесь все продублировано. Все надписи все продублированы на немецкий и русский язык. Вот. Ну, сейчас еще пройдемся по городку. И вперед. В Карловы Вары. Они здесь, рядом. Долго потом этот камень прятали в колодце. И лишь в конце 18 века камень перенесли в замок. А позже ученые его решили изучить. Они-то и разрушили легенду о проклятии. К сожалению, до наших дней в Чехии сохранился лишь небольшой кусочек этого космического камня. Остальные части растащили по всевозможным музеям мира. Но вернемся к истории замка. Помните, я вам рассказывала о безответной любви Гёте? Так вот, жил Гёте здесь. И даже отмечены года, когда он здесь проживал в этом отеле. А что-то здесь еще связано с американской армией. А, 8 мая 1945 года. В общем, да, здесь была подписана капитуляция в этом отеле. Мотель называется. У белого коня. Да, у белого коня. В 16 веке Локет стал домом одной из богатейших семей Чехии – Слик. Но из-за участия в восстании против короля их владения были конфискованы. А город наказан за непослушание. В 1725 году замок был и вовсе сожжен. После реконструкции его использовали как городскую тюрьму вплоть до 1948 года. А с 1968 года строение было передано в департамент древних памятников. А затем открыто для общественности. Сегодня 1 июня. И вот какое 1 июня. Туда мы и приехали. Приехали мы в замок Доу-би. Он же Ваночный дом. Рождественский дом. Ну, конечно, внутрь мы не пойдем. Но, посмотрите, парковка не пустая. То есть, внутри есть люди. Помимо того, что это Рождественский дом, здесь еще находится Медвежий музей. И это сбирка, как сказать по-русски. Коллекция. Коллекция этих медвежон. Медвежон, медвежат. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вот. Итак, посмотрели на Ваночный дом. И едем дальше. В этом городе Гёте прожил в общей сложности около 11 лет. Именно ему принадлежит такая фраза. Жить можно только в трех городах. В Риме, в Аймаре и, конечно же, в Карловых Варах. Среди лесистых гор на берегах реки с очень уютным названием Тепла удобно расположился городок, куда стремится попасть чуть ли не каждый турист. А в чем секрет его популярности? Наверное, в неповторимой атмосфере. Этого по-домашнему уютного, комфортного и, несмотря на мировую известность и популярность, спокойного курортного города. Всегда приезжая в Карловые Вары, мы ходим в православную церковь. И всегда я снимаю видео со святым царем Николаем II. За 650 лет своего существования город Карловый Вары пережил многое. Наводнения, пожары, разрушения. Он строился заново и всегда готов был принять у себя как обычных людей, так и знаменитостей и представителей знатных королевских фамилий. Мы в Карловых Варах сходили в храм и приехали в центр города. Кстати, да, в Карловых Варах, как всегда, толпа людей, толпа туристов. Но мы были осенью, в октябре вроде бы, прошлого года, в городе Марианские Лазни. Очень рекомендую этот город. Он точно ничем не хуже Карловых Вар. Там тоже источники, там тоже санаторий. И очень много... Там, кстати, Каланада, самая красивая, красивее, чем здесь. В общем, кто не был, очень рекомендую посетить город Марианские Лазни. Марин Батт. Или же, кстати, тоже в этом году уже мы успели побывать в городе Теплице. Вот в Карловых Варах был Петр I. Но, кстати, многие путают и говорят, что он был, отдыхал в отеле Петр, который стоит напротив Каланады здесь, в Карловых Варах. Он там никогда в жизни не был. Но в отеле Пуп он был, и его имя написано на местной аллее звезд. Но я же в этом миллион раз рассказывала и показывала эту аллее звезд. Просто мы в Карловых Варах столько раз были, что уже я здесь, наверное, все показала и все рассказала, что хотела. Вот. Будучи никому не известной принцессой Фике. Там очень много кто был. Ну, конечно, все эти чешские курорты, они в тени Карловых Вар. Карловые Вары затмили всех. Здесь еще есть города, например, Франтичковые Лазни. Я уже не помню, какие здесь курорты лечебные. Ну, конечно же, Карловые Вары. Это Карловые Вары. Это король среди чешских курортов. Ну, мы идем. В принципе, мы уже в центре. Идем дальше. Я еще чуть не забыла. И заслуженно всеми забытый город Падибрады. Чешский курорт. Вода из Падибрад. Даже полезнее карловарской воды. Потому что есть такая в Чехии вода, она называется Падибрадка. Она продается только у Хуцина. С каким-то вкусом. Она не продается в чистом виде. Потому что вы бы просто ее не смогли пить. Так она воняет серой. И мы были в Падибрадах тоже в этом году. Очень красивый город. Возле Праги находится. Тоже курорт. Тоже с источниками. Но именно русскоязычными туристами он вообще... Мне кажется, не при... Ну, там очень много студентов русскоязычных. А вот именно туристами, жителями. Любим, в основном, Карловы Вары. Русскоязычные. В Падибрадах мы почти русский язык и не слышали, да? Как сейчас были. Там в основном немцы и поляки любят отдыхать. Ну и Чехии, само собой. А что, даты нет сегодня? А вообще там... Вообще, дату убрали. Смотрите, здесь раньше дата была. И вот спустя столетия, как и прежде, по узким молочкам, среди разноцветных прянично-кукольных домиков и у источников прогуливаются туристы со всего мира, среди которых немало известных людей. Возможно, табличками и с их именами когда-то украсят местную аллею звезд, на которой сейчас можно найти имя Гёте, Кавки, Тургенева, Шопена, Бетховена, Баха, Гоголя, Гагарина, Петра Великого и многих-многих других. По поводу основания города ходит множество легенд, связанных с Карлом Четвёртым. По сути, все они похожи. Сегодня мы расскажем вам один из вариантов этой легенды. Ну, конечно, лупанул дождь и, конечно, мы оставили зонт в машине. Ну, господи, дураки мы, что ли, его с собой носить? Но остановились мы по дереву. А прямо перед нами отель, который называется И.П. Павлов. Это я о том, что от количества знаменитых имен здесь просто кругом голова. В этой модели останавливался Павлов, русский физиолог. Начался в 1927 году в Карловых Варах. Накисано на табличке. Так, сейчас мы будем думать, как-то бежать до колоннады, чтобы хотя бы спрятаться от дождя. Итак, ехал в один из дней император Карл IV со своей дружиной из замка Локет сквозь леса. И на пути ему попался прекрасный олень, огромных размеров зверь. Своим великолепием поразил Карла охотники. Из свора собак кинулись за оленем. Животное легко передвигалось по скалам, но собаки его догнали. Олень смело от них отбивался, при этом поранив некоторых собак, отбрасывая их в воды, бьющего здесь горячего источника. Раненому оленю удалось вырваться от собак. Он прыгнул в воды источника, а затем выскочил оттуда и пустился прочь. Собаки, попавшие в воду, также забыли про свои ранения. И как ни в чем не бывало, бросились его догонять. Наблюдая за этим, Карл IV заинтересовался дивным источником и прислал к нему своего доктора Байера, чтобы он проверил воду. Исследовав воду источника, Байер признал ее целебные свойства. И Карл решил основать здесь город. Все, добежали мы до Садовой колоннады. Слава Богу, здесь есть в Карловых варах колоннады, в которых можно не только совершить променад с чашечкой, но и спрятаться от дождя, как, например, сегодня. И 14 августа 1370 года был основан город, получивший название Карлсбад, то есть купальня Карла, которому были даны права и свободы, избавляющие горожан от многих налогов, позволив тем самым вкладывать средства в его развитие. Была ли на самом деле подобная история с оленем, нам остается лишь гадать. Но одно мы знаем точно. Карл IV действительно был основателем города. Но время шло. И к 16 столетию Карловы вары стали уже настоящим курортным городом. Однако большой пожар в самом начале 17 века, а затем 30-летняя война, нанесли курорту огромный ущерб. Аристократия практически перестала ездить в Карловы вары. И вместо курортного дела в городе стали развиваться ремесла. Изготовление посуды, оружейное, оловянное дело и многие другие. Во второй половине 17 века богатые гости снова потянулись на воды Карловы вар. И курорт начал активно развиваться. Эдик. Да? Вот и собака Павла. Вот и так бывает в Карловах вары. Приехали, а здесь столько воды, и не вся она из источника. Дождь зарядил просто адский. Эдик еще говорит, берем зонт? Нет, я говорю, не, не берем. Но уже понятно, что дождя не будет. А мы уже дошли аж до мельничной колоннады. Карловы вары стали любимым местом аристократов из Польши, Саксонии, России. Одним из самых значимых гостей города, конечно, был российский император Петр Великий. О нем здесь ходит множество легенд. И давайте прервемся на одну из них. Отдыхая в Карловых варах по вечерам, Петр Первый любил посидеть в местной пивной. Любил бывать в пивной и местный кузнец, крепкий телом и буйный в охмелю. В общем, держал он в страхе весь город. В один из вечеров оказались царь и кузнец в одном трактире. По мере того, как кузнец напивался, пустел и трактир. Когда кузнец дошел до кондиции, в трактире уже никого не было, кроме царя и трактирщика. И вот кузнец направился к Петру. Трактирщик потом клялся, что Петр ударил хулигана только один раз. А на следующий день весь город праздновал похороны кузнеца. А Петру в благодарности от города был подарен перстень. Вот такие были и не были, хранит древний город Карловы Вары. Вот что здесь написано. Напротив этого дома стоял дом у павлина. В его стройке в году 1711 принимал участие как строитель царь Петр Великий. А многие наивно полагают, потому что я даже видела одно видео из Карловых Вар. И человек просто сообщил, что здесь этот дом строил Петр Первый. Более того, женщина подошла и прочла, как бы она не знаю, чешского перевела. Вот здесь написано, что он здесь работал. Не в этом доме, а напротив. Ну и вот так удобно воспользовались. Такой маркетинговый ход в общем-то в этом случае произошел. Использовали имя Петра, который к этому дому никакого отношения не имеет. Слава Богу, дождь вроде бы закончился. Но, судя по всему, что мы видим на небе ненадолго. В 18 веке спрос на целебные воды еще больше вырос. А курорт Карловы Вары стал еще более популярен. А в 19 веке в развитие Карловых Вар вкладывались колоссальные инвестиции. В этот период активного строительства города-курорта были созданы важнейшие архитектурные сокровища Карловых Вар. Рыночная колоннада, императорские бани, муниципальный театр и православный храм святых Петра и Павла. Там что происходит? Какая-то секта поет или что? Я слышала русский язык, да. Смотрите, здесь прямо на дороге будет показываться. Честно говоря, не поняла, что вообще это... Они говорят на русском и на немецком. Или только что по-русски, потом парень вышел, начал говорить по-немецки, а потом по-русски. Ну, пели что-то о всемогущем боге. Шоу продолжается. Так, а мы идем к главному. Вридло! Вридло это... Источник? Нет, не источник. Как вридло по-русски сказать? Ну, источник. В общем, какой-то концерт русско-немецкий. Да, а мы пришли к Вридлу. К источнику, к горячему источнику. Самый знаменитый источник Карловых Вар – гейзер. Расположен в одноименной колоннаде. Только представьте, гейзер, извергая воду из глубины в 2 километра, на высоту 12 метров, выталкивает из-под земли 2000 литров термоминеральной воды, температурой 72 градуса и 5000 литров углекислого газа. Ну, а впереди вот легендарнейший отель Пуп. У нас есть на канале видео. Мы в декабре прошлого года перед Рождеством в Пуп останавливались. Я снимала там видео, как мы там жили. У меня даже целых два видео о том, как мы там жили. Перед отелем Пуп находится знаменитая аллея звезд местного разлива. Там имена именитых гостей отеля Пуп. Среди них, например, есть Петр Великий, есть Гагарин, Карл Маркс есть, Паганини. Ну, в общем, я сейчас не буду перечислять. Кто знает, тот знает, кто не знает. Я Антонио Бандерас. Антонио Бандерас, ну-ка, да, без него. Кто не знает, пожалуйста, отправляйтесь в отель Пуп и посмотрите. И, как бы, отель, конечно, есть и лучший отель в Карловых парах, чем Пуп. Но остановиться в отеле Пуп это все равно, чтобы пожить в легенде, потому что действительно легендарное место. Ладно, что еще я хотела сказать. Ну, вот люди фотографируются. Ну, а мы по чуть-чуть будем идти в сторону нашей машины, пока опять не начался дождь. Вот. Вот такая у нас сегодня была поездка. Добывали мы и в Локер, и в Варах. Еще. Появление в 19 веке новой железной дороги привело к тому, что поток гостей еще больше увеличился. Карловы Вары стали не только лечебницей под открытым небом, но и общественно значимым городом. Местом для проведения научных, культурных, общественных и политических мероприятий, на которых присутствовали Гоголь, Лист, Дворжак, Маркс, Фрейд и многие-многие другие. Ежегодно в Карловых Варах лечилось свыше 70 тысяч пациентов. Город стал любимым местом отдыха мировой элиты. А в 20 веке золотой период процветания Карловых Вар был прерван мировыми войнами. Только посмотрите, какие здесь музеи. Ну и, конечно, музеем Карловны Столу и обязательно продублировано музей Королевы Стола. Немцам не нужно знать, что здесь за музей. Я не с вами пойду. Музей Королевы Стола. Даже интересно, что же это за музей такой. А, музей Ложек. Музей Ложек. Однако возвращение утраченного блеска Карловых Вар было довольно скорым. И во второй половине 20 века гости снова потянулись на курорт. Ну и у самого главного источника Карловых Вар Бейхеровки тоже никогда пусто не бывает. Здесь всегда заправляются люди. Кстати, какая-то новинка. Вот здесь написано текутые оплатки. Текутые это как жидкие, жидкие вафли. Что это за новости в Карловых Варах? А, ну или просто они их наливают куда-то и тут же делают? Текутые. А, ну здесь, да, здесь теплые вафли, а там текутые. Придется опять переехать в Карловые Вары, чтобы узнать, что такое текутые оплатки. Ну, в общем, сейчас пока идем по улице. Русский язык 95%. Вот-вот-вот вокруг всех, кто сейчас здесь, говорят по-русски. Ну, вот, трансферы, экскурсии. Вот так вот. Массажи от Игоря. Шоп-туры в Германию. Какие шоп-туры? Что они там могут шоп-турить? В Германию. Шоп-туры в Германию. Тут в основном из Германии сюда и приезжают. В общем, русскоязычные тоже. Шоп-туры в Германию. Так, центральный городской санаторий. Елизабетина и Елизабетина, короче, лазни. Ну, вот все, что они предлагают. На других языках не дублируется. Так, а это кто здесь споет? Игорь Квашнивич. Написали по-немецки. Вот так и живут карловы вары. Я уже нормально это. Должна вас этих людей брать за рекламу. За землю. Еще. Как красиво. Здесь. Вот реально специально хожу и смотрю все объявления на русском. Апартаменты в Карловых варах, аренда, продажа квартир. Дополнительно предлагаем визовую поддержку, экскурсии с Карловых вар по Чехии. Вот так вот. Я помню, когда-то здесь рубли принимали. Помнишь, там на углу? Да. Ой, дорогие жители и гости Карловых вар, сердечно приглашаем вас на богослужение. В общем, с русским языком здесь точно вы не потеряетесь. Какая здесь лестница. Красивая. Кстати, сообщение здесь, да, Наталья Сантрохова и, ну, это каждый поймет без перевода. А до этого она от себя оставила сообщение. Надеюсь, вам нравится мое имя. Вот она, Сантрохова Наталья. Ну, а там ей ответили, что имя может и ничего. А, да, Гонза едет в карш. То есть, Гонза бабник. Ну, не будем. Ну, все, слава богу, мы успели добежать до машины. Дождь опять припустился. Ну, а мы покидаем Карловый вар. Вот, спасибо, что были с нами. В Карловых варах. И увидимся. Увидимся в замке. Или не в замке. Ну, скорее всего, в одном жутком старом замке, который находится возле Праги. Очень интересное место. И тоже незаслуженно забытое многими туристами и экскурсоводами. Или там, не знаю, блогерами. Ну, а мы расскажем. Расскажем об этом месте. Если не на следующей неделе, так потом. Ну, скорее всего, в следующие выходные. Все. Едем домой в Прагу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова